Вице-президент США, кандидат президента Демократической партии Камала Хэррис прервала предвыборную кампанию в Пенсильвании, чтобы принять участие в брифингах в Вашингтоне, посвященных мерам реагирования на ураган Хеллен. Хэррис заявила, что посетит регион «как можно скорее», не прерывая никаких операций по реагированию на чрезвычайные ситуации. Правда, с момента разрушительного урагана прошло уже более недели, Трамп привез туда гуманитарную помощь уже, а Хэррис все еще пока некогда. Я планирую прибыть на место как можно скорее, но как можно скорее, не прерывая никаких операций по реагированию на чрезвычайные ситуации, потому что это должно быть высшим приоритетом и первоочередной задачей здесь. Уже подтверждено, что около 180 человек погибли, а еще сотни пропали без вести. Разрушение, которое мы видели в Алабаме, Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Южной Каролине, Тайноси, Вирджинии душераздирающие. На данный момент более 3300 федеральных сотрудников находятся на месте, чтобы помочь в восстановительных работах. Они доставляют продовольствие, воду, генераторы. Мы продолжаем работать с командами на местах, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды и электроэнергии. Одна из основных причин беды, показавшей безответственность Демпартии, прошедшая вдоль восточной попережью США Ураган, буквально разорил ФЕМА, агентство по чрезвычайным ситуациям. Самый ответственный момент у него закончились деньги, генераторы и другие ресурсы. Просто администрация Хэрис Байден спустила их на программы размещения миллиона иностранных граждан, нелегально пересекших границу США из Латинской Америки. Они оказались важнее для Демпартии, поэтому те испустили все деньги, предназначенные для чрезвычайных ситуаций американским гражданам совершенно на другие нужды. Ну и много из запасников ФЕМА, те же резервные генераторы, ушли в Украину. А сейчас бы они очень пригодились, ведь более 1 миллиона жителей прибрежных штатов остались без электричества. Целые города разрушены, а количество жертв превысило 180 человек. Зато демократы проявили чудеса щедрости и выделили потерявшим все свое имущество американским гражданам по 750 долларов на человека. В штаб-квартире агентства по чрезвычайным ситуациям ФЕМА Хэрис сказала, что разрушения в юго-восточных штатах страны были душераздирающими. Но в то же время десятки миллиардов долларов уходят на отели для иностранцев, нелегально пересекших границу их питания, одежду, безвозвратные кредиты и перемещения самолетами по стране, а в некоторых случаях даже из иностранных государств в США. Хэрис удалось в последний момент договориться о приостановке стачки портовых рабочих на период до 15 января, то есть после выборов. Однако радовалась она недолго, ведь тут же второй крупный профсоюз США отказался поддерживать Хэрис на выборах. Теперь ее прокинули пожарные. Пытаясь перебить повестку, демпартия вытащила из чулана Лиз Чейни, которая вместе с отцом Диком Чейни поддержала Хэрис. Хотя сама Чейни-младшая позорно вылетела из Конгресса, а ее отец покинул пост вице-президента с рейтингом 14%. Так что это, скорее всего, антиреклама для Хэрис, закрепляющая ее образ в ставленнице самых непопулярных персонажей Вашингтонского болота. Северная Каролина и Джорджия входят в число немногих колеблющихся штатов, которые, вероятно, решат исход гонки в Белом доме между Трампом и Хэрис.